Если говорить о скандалах, то всю эту СМИ публиковали противоречивые слухи о Павле Прилучном. Били, не били. Пиар-ход или действительно он в челюстно-лицевой. Зови своих! Все. Долг потяжом красит. Напомним, актер театра и кино Павел Прилучный был госпитализирован в московскую больницу с ссадинами, ушибами и переломами. И ему пришлось перенести операцию. Дальше появилась новость, что к выяснению обстоятельств подключились правоохранительные органы. Позже подоспела информация о причастности владельца ночного клуба в Калининграде к избиению Павла. В этом городе Прилучный был на съемках нового сериала. Потом некоторые издания предположили, что это снова пиар-ход. И так актер уже поступал примерно год назад, заснув в чужой машине, чтобы подогреть интерес к премьере фильма. В итоге Прилучный вышел на связь, поблагодарил подписчиков за поддержку, но внятно не подтвердил и не опроверг факт избиения. Еще одной скандалисткой недели стала бывшая участница известного телепроекта «Где строят любовь» – Виктория Боня. Она попала в полицию в Париже, а задержали ее прямо в аэропорту. Теперь подробности. Сегодня 27 ноября у Бонни день рождения. За два дня до события Виктория прилетела в столицу Франции. Но ее путешествие неожиданно прервалось. В аэропорту светская львица оказалась в руках жандарма. Дело в том, что на звезде отсутствовала защитная маска. В инстаграме она объяснила, сняла маску, чтобы попить воды. Видимо, жажду Боня утоляла уже в участке, где провела час, а потом продолжила путешествие. Вика, впредь просто соблюдай правила. Если прилучные и Боня в разной степени пострадали на этой неделе, то Лолита Милявская заставила страдать других. В Болгарии у певицы есть недвижимость. Но собственница апартаментов у моря по понятным причинам не смогла в этом сезоне доехать до них. Зато дистанционно затопила своих соседей. Протечка дошла аж до первого этажа. Правда, как она утверждает, ремонт пострадавшим она оплатила. Но теперь жаждет получить страховку. С этим загвоздка. Но Лола обещает судиться. А опыт у нее есть. Из управляющей компании ей ведь удалось выжать 30% скидки за коммуналку из-за пандемии. На очереди страховая. Не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась. В раз и навсегда не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась. Больше никогда не подходи. Ну что ж, лишний раз убеждаемся. Богатые тоже плачут. Хорош, хорош, хорош.